Пандемия диктует свои правила, а выставочные залы закрыты для посещения. Но для тех, кто не желает расставаться с искусством даже в этот непростой период, сотрудники историко-культурного центра подготовили экспозицию «Школьная пора под открытым небом». Эта выставка не приурочена ни к каким праздникам, ни к каким датам. Просто мы подумали, что сейчас такое тяжелое время, сложная эпидемиологическая ситуация, и мы поняли, насколько важен коллектив, насколько важно общество. А где самые лучшие коллективы, где они зарождаются? Это в школах. В сквере «Юность» представлено 48 фотографий из личных архивов видновчан. Снимки переносят посетителей в историю образовательных учреждений нашего муниципалитета 50-60-х годов. Мы хотели создать общий портрет школ района. И мы на этом остановились, какие-то событийные снимки, каких-то учителей обязательно показать, потому что учителя 60-х, 50-х годов – это были уникальные люди. Создатели выставки уделили особое внимание учителям. Александр Полищук преподавал во второй школе физику и астрономию, а параллельно с педагогической деятельностью писал фантастические повести. Его произведения были переведены на 13 языков мира. Он настолько преподавал физику и астрономию, интересно, что выпускники его классов стали многие академиками, физиками, математиками, конструкторами. И вы знаете, до сих пор встречаются. У нас есть общая фотография, как раз представлена, где они встречаются в историко-культурном центре. Выставка предназначена для посетителей разных поколений. Молодым людям она поможет представить, как проходили детство и юность их родителей, бабушек и дедушек. Взрослым напомнит о прошлом. Так получилось с видновчанином Владимиром Кузнецовым. На одной из фотографий он узнал себя первоклассника. Это моя первая учительница, Лизетта Ивановна. А я вот стою у доски, так сказать, считаю по букварю. Стоит отметить, что под каждой фотографией есть небольшой рассказ, повествующий о событиях, запечатленных на ней. Здесь можно узнать и интересную историю первых видновских школ. Например, почему учебное заведение, построенное раньше, получило второй номер. А позже – первый. Вторая получила номер 22, а первая, соответственно, номер 21. И когда они стали присоединяться к Ленинскому району, в 65-м году город Видное стал центром нашего района. И восстановлен был Ленинский район. Соответственно, двоечки отбросили. И получилась та, которая 22 – 2, а та, которая 21 – 1. Так и осталась, 65-го года. Фотовыставка «Школьная пора» продлится до декабря. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.